Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Автоплюс, программа «Наши тесты», и сегодня мы вас познакомим с четвертым поколением кроссовера Subaru Forester. Но прежде чем рассказать про эту машину, давайте вернемся в 1997 год, в тот год, когда появилось первое поколение этого кроссовера. Первый Forester представлял собой скорее универсал с полным приводом и увеличенным дорожным просветом, нежели кроссовер. Да и понятия кроссовер тогда еще не было. Практичный, удобный как в городе, так и за его пределами, Forester отлично продавался по всему миру, особенно полюбившись австралийцам и американцам. Второе поколение, которое представили в 2002 году на автосалоне в Чикаго, стало логическим продолжением предшественника, как в техническом плане, так и с точки зрения позиционирования на рынке. А вот в 2008 году Forester превратился из универсала в кроссовер со всеми вытекающими. Третий лесник, именно так переводится название, приобрел более крупный кузов и растерял харизму своих предшественников. Новинка сохранила все те потребительские качества, которые так полюбились владельцам прежних Forester. Более того, эту машину можно легко спутать издалека с третьим поколением Forester, чисто внешне. При этом японцы говорят, что дизайнеры к этому и стремились сохранить преемственность. При более детальном изучении становится понятно, что это абсолютно новая машина, более крупная, чем Forester третьего поколения. Рост габаритных показателей продиктован стремлением добавить простора в салоне. Для нового Forester японцы подготовили два варианта экстерьера, так скажем, обычный и спортивный, как этот. Он отличается вот такими вставками, достаточно агрессивными. Особенно хорошо это смотрится на светлом автомобиле, но здесь это весьма заметно. А также центральной секцией с черной неокрашенной вставкой, с такой характерной текстурой, которая напоминает издалека карбон. От дизайна перейдем к функционалу. Новый Forester комплектуется электроприводом пятой двери. Все работает очень медленно, вы можете обратить на это внимание. Однако же теперь у пятой двери есть даже память, то есть мы можем запрограммировать ее таким образом, чтобы она открывалась в таком положении, в таком, в таком. Без разницы абсолютно. Это удобно, если вы возите длинномеры и не хотите, чтобы крышка багажника была открыта. Вообще, с точки зрения внутреннего пространства, нам эта машина понравилась. Начнем с багажника. Он неплохого объема, и этот объем можно легко, в буквальном смысле слова, увеличить. Нажав вот эти кнопочки, складываем в задний диван, в пропорции два к одному. А под полом багажника вот такой вот органайзер, куда может поместиться куча мелочи. Вытащим центральную секцию и увидим докатку, домкрат и буксировочную проушину. Тут все продумано. Есть и петельки для текелажных сеток, а также розеточка. Вообще, розеточки – вещь нужная в современном автомобиле. Чем больше их, тем лучше. Ну, а теперь пора пересесть на задний ряд, посмотреть, что Subaru Forester может предложить задним пассажирам. Закрываем багажник. Все-таки электропривод – это, конечно, хорошо, но как же все-таки медленно он все делает. Ура! Задний ряд. Даже визуально понятно, что здесь много места. Посадка, надо заметить, очень удобная. Конечно, спинка немножко завалена, но это дело в том, что она регулируется. Есть два положения. Вот такое, почти полулежачее, и есть более привычное. Соответственно, там немножко прибавляется объем в багажнике, я имею в виду. Что касается материалов, на самом деле, Subaru за последние 2-3 года сильно подтянулась по материалам интерьера к своим конкурентам. Конечно, пластик по-прежнему жесткий, но он не дешевый, он выглядит хорошо и на ощупь приятен. Но вот любопытный момент, парадоксальный, я бы сказал, такое ощущение, что за организацию багажника, организацию заднего ряда отвечали разные эргономисты-технологи. Сколько всего полезного было там, да, и тут вот мы видим такую вот центральную консоль под подлокотником, где нет ни дефлекторов, которые могут подавать воздух в заднюю часть салона, ни пепельницы для курильщиков, ни подстаканников. Подстаканники есть вот здесь. Подлокотник, который почему-то имеет такую высокую фиксированную позицию, не очень удобную, надо заметить. С точки зрения качества кожи, у нас салон кожаный, надо заметить, что кожа, конечно, дешевенькая, но, опять же, приятная на ощупь. Я думаю, с ней не будет проблем в процессе эксплуатации. Оттирается она неплохо и не будет сильно портиться со временем. Спереди в новом Форестере тоже достаточно просторно и удобно. Вот то, что мы говорили вам про кузов, что увеличилось, силуэт остался прежним, а увеличилось пространство в салоне. Вот стоечки переехали немножко выше и вперед, появились дополнительные секции в окошках, это добавляет обзорности. С точки зрения посадки за рулем и вообще интерьера, дизайн интерьера, то новый Форестер – это почти копия Subaru XV. Единственное, что приборная панель чуть-чуть поднята относительно пола. А так, вся центральная часть, щиток приборов, рулевое колесо, да и вообще многие элементы почти такие же, как на XV. На юге России дороги далеко не лучшего качества. Во-первых, жара, которая плавит асфальт, а во-вторых, просто покрытие меняется крайне редко, ну, как и в других регионах нашей страны. Тем не менее, подвеска Форестера справляется с дорогой любого качества на отлично. С точки зрения шумоизоляции инженеры тоже поработали неплохо. В машине действительно тихо, аэродинамических шумов практически нет. Все звуковое сопровождение – это двигатель и это арки. Что по технике отличает ее от других модификаций новинки? Это в первую очередь двигатель двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском, а также несколько переработанная, перенастроенная подвеска. Амортизаторы здесь чуть более жесткие, что должно настраивать на спортивный лад. Сейчас мы съедем с асфальта, попробуем его на грунтовых дорожках, а также попробуем его на легком бездорожке. Технические характеристики. Объем мотора – 2 литра. Максимальная мощность – 241 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 ньютон на метр. Разгон до сотни – 7,5 секунды. Максимальная скорость – 221 км в час. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 литров на 100 км пробега. Стоило нам съехать с твердой почвы, как погода испортилась. Тут, в астраханских степях, это в порядке вещей. Штиль может смениться порывистым ветром за считанные минуты. Крутой спуск. Вывешивается заднее левое колесо. И вот сейчас начинает работать система X-Mode. Я… Вот мои ножки. Они ничего не делают. И видите, каждый из четырех колес отдельно друг от друга подтормаживается этой системой для того, чтобы максимально устойчивым оставить автомобиль вот в таких режимах. На самом деле, сжать на газ или тормоз нет никакого смысла, потому что все равно система лучше понимает, куда сносит машину, тащит ли ее влево или вправо. Ну а теперь расскажем о том, как в Subaru Forester нового поколения общается с водителем. Во-первых, это приборный щиток. Он максимально лаконичный, максимально простенький. Ну а здесь по центру стоит большой цветной дисплей, на котором мы уже обращали внимание, когда испытывали систему X-Mode. При помощи вот таких не слишком удобных кнопочек на уровне можно выбрать информацию, которую будет показывать машина. Как мы уже говорили, работа привода полного. Также есть информация о том, насколько вы жмете педаль газа. Не знаю уж, насколько это нужно в повседневной жизни, повседневной эксплуатации. Но так или иначе, эта информация выдается. Здесь же чуть правее давление турбины и температура масла. Все наглядно и красиво. Дальше можно выбрать часы, а также вот такой эконометр, показывающий, сколько автомобиль тратит топлива в данный момент. Вот говорит, что мы тратим 13,2. Это при том, что мы едем достаточно активно. Возможно, если ехать чуть помедленнее, меньше разворачиваться, ведь мы снимаем все-таки автомобиль попутно, то расход будет чуть меньше 10, в районе 10 литров. Теперь об опциях. У нас машина самая навороченная, так скажем. Здесь есть все, что может предложить Forester. Это и навигационная система. Здесь стоит навигация iGo. И можно загружать картографию. Здесь есть и вот такой люк, который по совместительству, наверное, является и панорамной крышей, потому что он остекляет большую часть крыши. А также самая верхняя акустическая система Harman Kardon. Раньше я не припомню, чтобы вот такую акустику ставили на автомобиле Subaru. По крайней мере, в последние годы. Однако же здесь есть эта система, 8 динамиков, очень хорошие настройки. Мы вам демонстрировать не будем, поверьте на слово. Звук этой акустики очень хороший. Есть один момент. Цена у нас машина стоит порядка 1 миллиона 800 тысяч. Это верхний порог ценовой на этот автомобиль. А вот теперь давайте посмотрим, сколько стоят базовые версии, сколько стоят самые популярные версии, которые должны продаваться в России лучше всего. Ну и посмотрим, что предлагают конкуренты. Базовый Forester обойдется в 1 миллион 148 тысяч рублей. За эти деньги японцы предлагают покупателю 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., механику, опоснащению, климат-контроль, 7 подушек безопасности и простенькую медиасистему. По прогнозам японской компании, в России лучше остальных будет продаваться версия с проверенным временем атмосферным мотором объемом 2,5 литра и мощностью 171 л.с. За такой вариант просят 1 миллион 419 тысяч. Кроме Forester на российском рынке есть великое множество среднеразмерных кроссоверов на любой вкус. Но понятно, потенциальному покупателю подобному автомобилю придется потратить как минимум миллион рублей. Выбирать есть из чего. Nissan X-Trail, новый Mitsubishi Outlander, Chevrolet Captiva или Citroёn C-Crosser. В хорошем оснащении эти кроссоверы несколько дешевле Forester. В его ценовой диапазон вписываются и более крупные машины. Формально классом выше и ценой до 2 миллионов. Например, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Nissan Murano и даже Toyota Highlander. Получается, что Subaru Forester чуть ли не самый дорогой автомобиль в сегменте. Однако это не говорит о том, что машину будут мало покупать. Наоборот, те люди, которые любят марку Subaru, фанаты в хорошем смысле этого слова, по достоинству оценят качество этой машины. Да, пусть им придется немножко переплатить относительно конкурентов, но зато они получат по-настоящему честный автомобиль с небольшим содержанием вот этой вот модной автомобильной синтетики. Продолжение следует... Продолжение следует...